всем привет друзья вы на канале мы в канаде меня зовут лена и сегодня наше очередное видео про адаптацию в канаде а непосредственно про работу бухгалтера которую я вам расскажу на своем личном примере надеюсь эта информация будет кому-то интересно так начнем вкратце издалека мы сюда приехали по программе экспресс-энтри у нас была номинация от провинции получил эту номинацию я я была основным аппликантом у меня было три года опыта работы у меня был мастер degree и четыре раза сданный ielts я его пересдавала специально несколько раз для того чтобы получить практически нужный балл ну не максимальный но очень хороший балл который дает вот эти комбинации мастер degree 3 года опыта работы и ielts минимум на 8777 дает 100 баллов экспресс-энтри мы планировали пройти без провинции просто по федеральной программе на тот момент этого балла который у меня был 441 балл был этого было достаточно но на тот момент когда я просчитала что сдав на этот балл мы пройдем и когда по факту я его сдала это был май 2018 год не твору 19 получилось так что балл начал расти и мы уже не могли пройти по федеральной напрямую но через полгода провинция альберта выбрала меня из пула экспресс-энтри по букипер скому ногу и соответственно это нам дало возможность подать документы документы одобрили мы получили номинации выше на федеральный этап но по понятным причинам дело затянулось и в итоге вся вот эта наша процедура заняла практически три с половиной года в прошлом году в конце мы сюда приехали и после того как мы уже адаптировались доли документы нашли квартиру устроили детей в школу на все у нас наверное это ушло около двух месяцев практически то что мы приехали под новый год соответственно все вот эти наверное уже с 20 числа до начала января практически выпали из жизни потому что все практически не работала вот поэтому где-то в январе мы начали уже в конце искать работу но не дожидаясь еще поиска работы во время нашей вот этой всей организационной работы я подалась на курсы я оставлю вам ссылку на этот сайт где их нашла называется иммиград индюкейшн с сайте вы можете тоже посмотреть там очень хорошие цены много различных курсов обязательно уточните если сейчас скидки для украинцев по куаэд потому что обычно там есть две цены для граждан и permanent residence и для остальных людей соответственно те кто граждане и пиар для них намного дешевле но сейчас мы знаем что украинцев очень часто им доступны большие скидки и льготы поэтому обязательно уточните возможно по куаэд также можно будет получить льготные цены то есть я понимала что я планирую работать опять же по своей специальности по бухгалтерской и я взяла эти курсы там было несколько вот касательно бухгалтерии на выбор был basic accounting был advanced accounting и было две программы sage и quickbooks это одни из самых популярных бухгалтерских программ аналог нашей 1s и я выбрала для себя quickbooks просто я помониторила вакансии и чаще всего как мне показалось требовалось на тот момент quickbooks я выбрала эту программу я хотела пойти еще раз на basic аккаунт чуть попозже расскажу почему но мне сказали что так как у меня диплом master degree в облике audit в украинском вузе верификованный вес что мы готовим на миграцию эти верификации то я могу сразу идти не на basic а идти на advanced accounting как проходили эти курсы я оплатила сразу два курса но так как очередь была большая то есть это записалось на них еще в декабре прошлого года и начала наверное с февраля с марта получается все курсы были по выходным онлайн по 3-4 часа каждое занятие и длились наверно по три месяца каждый то есть у меня получилось было суббота полностью посвящена учебе то есть до обеда я учила quickbooks после обеда у меня было 3-4 часа посвящено вот advanced accounting поэтому в принципе могу сказать что было тяжело подавалась формация легко нормально таких каких-то сложностей не возникало но для меня это было плюсом потому что когда вот в конце января я начала стать работу наверное все таки с января до начинался 1 курса 2 же чуть позже с февраля с марта потому как на момент когда я уже искала работу я уже начала буквально два три раза я посетила вот эту программу quickbooks курсы я уже у себя в резюме прописала строкой что я эту программу в теоретически знаю но я ее написала в скобочках что я как бы это один курс то есть я посещаю эти курсы не могу сказать повлияло это или нет но буквально после недели поиска моей работы у меня появилась возможность пройти собеседование сейчас это было онлайн второе было вживую и буквально через неделю моих поисков меня приглашает приду на работу и предлагают не джек-офер это было на второе собеседование хотя на момент поиска работы я очень активно расслал резюме их переделывал то есть подставляла под вакансии вы уже знаете надеюсь что нужно делать обязательно не придумывать там не привирать ничего просто переформулировать то чем вы занимались то в чем у вас есть опыт переформулировать под то что требуется в вакансии то есть реально вот практически идентично делать ваше резюме той вакансии на которую вы подаетесь я ссылала очень много и естественно я слышала что работу можно искать долго опять же подчеркну необычную работу survival job на которую там вы можете пойти на минималку начать сразу работать этой работы думаю проблем нет особенности у вас английский хотя бы чуть ниже среднего даже и думаю вы проблем с этим у вас не будет но подчеркиваю я хотела найти работу в бухгалтерии и я пыталась подаваться на нее но когда я попадавалась у меня не было сразу откликов я начала другие варианты подаваться и началась паника хотя вернее безосновательно потому что в принципе через неделю у меня уже практически была работа вот почему это говорю к тому что когда говорят что нет нереально вот сразу без образования канадского без опыта ради работу это неправда все реально главное естественно ваш опыт ваше ваше умение подать себя ваш английский язык ваше образование даже пусть полученные не в канаде естественно еще хочу подчеркнуть что бухгалтер на украине просто бухгалтер здесь бугалтер можно перевести по разному можно перевести как accountant и можно как bookkeeper то есть accountant это уже более высшая ступень бухгалтерии то есть это уже такой а-ля менеджер бухгалтер то есть как ближе главному бухгалтеру что ли а буккипер это вот как счетовод книговед учетчик то есть вот тут кто выполнять фиксирует все транзакции которые происходят на предприятии куда меня взяли меня взяли именно на буккипера плюс еще у меня была должность офис менеджер была небольшая компания это была биржа было порядка 10-12 человек я вела не только это компанию я вела там были еще другие предприятия у нашего директора то есть я вела и их бухгалтерию там было немного операции но все же и скажу честно поначалу было очень тяжело почему потому что в украине у меня был опыт работы практически семь лет я работала тоже бухгалтером но это была большая торговая компания ты был ритейлер и соответственно как во всех больших организациях вы понимаете что есть деление по отделам по секциям то есть каждый бухгалтер делает какую-то одну операцию то есть он ответственный ответственны за вот свой участок то есть они не делала никакие отчеты мне не закрывало месяца у меня не было непосредственно работы с проводками дебет-кредит и так далее то есть у меня была отдела логистической бухгалтерией где мы работали с поставщиками больше даже на телефоне с первичка и так далее то есть да это была бухгалтерия но это была бухгалтерия вот товарно-складская и так далее. Когда я попала сюда, да, моего опыта работы им показалось достаточно. Я их, наверное, заинтересовала, то есть им понравилось, они меня взяли. Но, естественно, весь спектр обязанностей тут был несопоставим с тем, что делала дома я. Потому что, когда вы идете на BookKeeper, вы понимаете, что вы не просто какой-то клерк там по IP, то есть accounts payable, либо AR, accounts receivable, вы не payroll-клерк, то есть вы BookKeeper, который отвечает от А до Я за все бухгалтерию на предприятии. Да, предприятие небольшое, не могу сказать, что там море каких-то транзакций ежедневно, но, тем не менее, это все транзакции были для меня новые. Те же оплаты счетов, те же там задолженности, какие-то либо вообще любые транзакции, тот же самый payroll. Я никогда не начисляла зарплату в Украине, а тут совершенно другие требования. Плюс у нас там разные варианты были и подчасовки, и salary. Поначалу, правда, было очень тяжело. Тяжело было в каком плане? Потому что очень много новых операций, и как такового тренинга у меня, например, не было. То есть не было такого, что вот вам месяц дан, и ты вот месяц сидишь, например, со своим менеджером, либо руководителем, и полностью за ним следишь, она тебя обучает, либо еще что-то. У меня был первый день, я посидела первый день возле моего руководителя непосредственного, вот мне рассказали вот что, как, куда, и вот все. То есть меня отсидели на второй отдельный стол, и началась моя самостоятельная работа. То есть когда какие-то были, возникали вопросы, да, мне подсказывали, но в основном 90 процентов ответов я получала, что мне нужно с этим вопросом разобраться самостоятельно, и ну вот как бы все. То есть весь этот, вся процедура закрытия месяца, отчетов и так далее, в основном все, что было мне непонятно, я разбиралась сама. Естественно, вы понимаете, что это финансы, это деньги, и очень часто было много вопросов, в которых я сомневалась, и, к сожалению, не всегда было у кого спросить. Поэтому, я не говорю, что во всех компаниях так, но вот в моем случае было так. Поэтому сказать, что было легко, это неправда, было тяжело. Даже сейчас, проработав там 7 месяцев, бывают такие моменты, когда правда информации новой очень много, и ты не во всем компетентен, даже тех курсов, которые я закачивала, недостаточно. И я думаю, вот вся вот этот вот комплекс в сути и в целом повлиял на то, что я решила менять работу. И еще был плюсом, в чем эта работа, на которой я работала, это то, что она очень близко территориально находилась к моему месту жительства. То есть, когда я ходила на собеседование, работа была в даунтауне. Но буквально сразу же, как только я вышла, офис наш переехал, и он находился, вот не совру, правда, в 100 метрах от моего дома. То есть, я буквально переходила через дорогу, и вот это было мое рабочее место. Сейчас, кстати, они опять меняют офис, и они переезжают еще дальше, чем даунтаун. И вот, в принципе, все это вместе повлияло на то, что я решила уходить оттуда. Я думаю, в отдельном видео я уже запишу отдельно про мою будущую работу, если это интересно, и расскажу уже более детально нюансы про нее, куда я решила сменить. Вот, что касательно советов на будущее, поэтому не переживайте, когда вам говорят, что вы не найдете работу бухгалтера без опыта канадского, это неправда. Очень часто бывают какие-то парадоксы, вот как у меня, например, потому что я уже задумывалась о смене, наверное, месяца два-три последних, и я, наверное, еще с середины лета, даже с начала лета, я уже не спеша начала рассылать резюме. И несмотря на то, что у меня уже, казалось бы, сейчас уже есть канадский опыт работы, есть курсы, но отклика такого не было. И, в конце концов, я получила вот предложение два с джоп-офферами совершенно из других отраслей, не связанных с бухгалтерией напрямую. То есть, а первая моя работа, которая была, которую я нашла, вот, о которой я вам сейчас говорила, очень быстро, я получила буквально вот за неделю практически своих поисков. Поэтому тут нет какой-то вот золотой формулы. Я думаю, понятно, где ты сыграла удача, где ты просто человек попал, вот, правда, в нужное время, в нужное место. Но на самом деле все реально, и если вы, например, в Украине, либо в другой стране, где вы были, у вас есть какой-то опыт бухгалтерский, вы можете обязательно его указать, расписать все в подробностях, посмотреть, что требуется в вакансии, что делали вы. И я больше, чем уверена, что у вас получится. Главное, естественно, ваш английский язык, потому что вы понимаете, что это не просто работа с клиентами, это работа с деньгами, и всю вот эту терминологию, все это нужно знать. Потому что общаться вам придется, да, в основном, скорее всего, письменно больше, нежели по телефону. Но я думаю, в каждой компании своя специфика. И вам уже на месте потом там подробно, я думаю, будет понятно уже на интервью, что от вас будет требоваться. И, в принципе, если вас возьмут, я думаю, значит, ваш уровень языка их устраивает. Поэтому не волнуйтесь. Но, опять же, не помешает пройти какие-то курсы. Я говорю, я проходила по Кубикбукс, и есть еще Сейдж. Есть еще другие программы, но я думаю, это две основных. Это аналоги нашей 1С. Хотя я повторюсь, я думаю, что вы можете указать, что вы быстро обучаемы и так далее. И, естественно, зарплата не будет супер-пупер в плане того, что если вы хотите сразу поддаваться как на аккаунт, то есть вы понимаете, что аккаунт это уже более руководящая бухгалтерская должность. И если вы хотите видеть себя в бухгалтерии в Канаде, вы должны понимать, что вам нужно будет в ближайшем будущем начинать быть нацеленным на получение CPA. Это такая степень. Нужно проходить, наверное, 2-3 года обучения. Нужно иметь опыт в канадской необходимой сфере. Во время работы в этой организации вы учитесь. Вы сдаете много экзаменов, много блоков. И по получению, где-то по прохождению 2-3 лет вы можете получить вот эту корочку CPA. Да, эта корочка действительно вам будет вашей дорогой. Вы уже на намного высшую ступень бухгалтерии. И если вы себя видите в этом, то, я думаю, вот очень много даже специальностей, когда вы будете смотреть, много вакансий, там будет указано, что нужно CPA. Либо же, если у вас сейчас нет, но вы в процессе. Либо же вы нацелены на то, что вы хотите получить CPA. Потому что это лучше не обманывать. Потому что, вы понимаете, даже часто мне рассказывали, если человек, к примеру, заинтересован, он хороший сотрудник, но если он не планирует получать CPA, очень часто даже таких людей не будут там, да, промоушен делать и так далее. То есть, если вам нравится бухгалтерия, если вы себя в ней видите, то вы должны понимать, что вот высоких каких-то должностей, зарплат, вы достигнете только при наличии этого CPA. Я для себя, честно скажу, не уверена, что я себе будущее вижу в бухгалтерии. Поэтому я сейчас, моя будущая работа, она напрямую не связана, но, опять же, там есть какие-то... Мой бухгалтерский опыт помог получить эту мою вторую работу, я позже о ней расскажу. Вот. Но в плане того, что начать с буккипера, как начала я, либо же не идти прямо на буккипера, потому что, я думаю, это была моя ошибка в чем. Не то, что ошибка, почему мне было тяжело. Потому что у меня была узкая специализация в Украине, был один участок, а здесь меня сразу, получается, поставили на весь бухгалтерский вот этот сайкл, да? И мне было, правда, тяжело, мне сейчас тяжело. И я понимаю, что лучше было бы идти вот на какую-то узкую, либо AP-клерк, либо AR-клерк, либо, например, payroll specialist, то есть только на зарплату. Но, опять же, сейчас, вот, к примеру, мое резюме, конечно, выглядит лучше, потому что я знаю вот все эти транзакции, все эти duties, мои responsibilities, то есть я могу и то, и то, и то, и то. Поэтому, в принципе, у меня уже есть выбор, куда я хочу идти, например, в бухгалтерию, потому что там тоже, не обязательно прям, не имея CPA, это не значит, что вы не устроитесь. Вы можете пойти на любого буккипера, на любого вот этих перечисленных клерков, можете посмотреть зарплаты, они очень отличаются. Есть начиная от какой-то чуть выше минимальной, и можете сами посмотреть, есть разные зарплаты, вот, поэтому, естественно, там будет зависеть объем работы вашей зарплаты и так далее, потому как мы понимаем, что если зарплата минимальная, там, скорее всего, будет что-то попроще. Если зарплата выше, то вам обязанностей будет больше, потому что, я же говорю, я еще была и в офис-менеджером, то есть я везде, куда какие-то проблемы была, я и все остальные, все основные оплаты, счетов, зарплаты. Повторюсь, у меня еще было несколько компаний, я вела на этой компании, поэтому временами было, правда, тяжело, но, опять же, я не жалею, я понимаю, что, получив этот опыт, благодаря этому я сейчас могла поменять работу на другую, надеюсь, что в этой отрасли мне больше понравится. Поэтому не переживайте, кто видит себя в бухгалтерии, у вас есть все шансы использовать ваш опыт и использовать ваше образование, то есть все здесь проходит, не волнуйтесь. Естественно, вам нужно потом объяснять, что вы планируете поддаваться на пиар, если кто планирует, потому что очень часто, когда вы идете на работу, вот как я, то есть уже какие-то более серьезные должности, они спрашивают, вы здесь на временной везде либо на постоянном резиденции. То есть если вы на постоянном резиденции, это окей, если на временных, конечно, это будет немного другая ситуация, но вы объясняете, что мы нацелены получать иммиграцию, то есть не так, что вот, да, потому что понятно, когда любой работодатель берет сотрудника, если это какая-то более-менее серьезная должность, естественно, любой работодатель хочет, чтобы сотрудник проработал там подольше, потому что никто не хочет каждый там полгода-год брать нового сотрудника. Поэтому если у вас КУАЭТ, либо другая рабочая временная виза, вы старайтесь, даже если у вас временная виза, естественно, вы не врете, а говорите, что да, я на временной, но я очень хочу, я буду делать иммигрейшн и так далее, то есть чтобы, если вы понравились, это не было каким-то преградой к тому, чтобы вас взяли на работу, то есть ваша временная виза, вы нацелены, вы уверены, что у вас получится сделать иммигрейшн, что вы здесь останетесь там навсегда, ну, в плане не на этом месте, а в Канаде, имею в виду. Вот, поэтому вот так, надеюсь, мой опыт был полезен, я знаю, что многие спрашивали про работу бухгалтера, вот, наконец-то я созрела поделиться этой темой с вами, если вам было интересно, то ставьте лайки, нам это очень помогает и мотивирует на запись новых видео, и спрашивайте, что еще вам интересно, надеюсь, я постараюсь ответить на те вопросы, в которых я компетентна. Вот, на этом все, до новых встреч, и увидимся, пока-пока!